Hi my students. Сегодня мы неочередную беседу проведем на интересной актуальной вот по данному сезону времени года теме о нашей студенческой жизни, о студенческих строительных отрядах. Известно, что студенческие строительные отряды были основаны еще в конце 50-х годов в связи с освоением целинных и залежных земель и принимали огромное участие в освоении целины, в строительстве, в электрификации, механизации и освоении вот этих вот земель, довольно трудных земель. Между прочим, следует отметить, что студенты в дальнейшем тоже, когда на Целине были построены совхозные крупные предприятия, они после этого массовые студенты выезжали на все стройки, буквально все стройки и, соответственно, в колхозы и на стройки. Допустим, вот мы принимали участие в строительстве Зеленограда, в начале строительства города Зеленограда. Это было в 62-м году. Ну и в дальнейшем выезжали на Целину, в Целиноградскую область, а ныне Астана. Это Целиноград был, а сейчас Астана и в совхоз, под ним там Кембедаевский район, совхоз Кембедаев, Кургальшинского района, Целиноградской области. Вот, трудились все лето, ну, как квартиреры выезжали раньше мы, сдавали экзамены досрочно. Досрочно кто сдал экзамены в квартиреры, готовили там палатки, готовили места общего пользования, столовые устроили для того, чтобы основная группа приехала и сразу приступила к работам. Вот. След отметит, что в студенческих строительных отрядах принимали участие также молодые преподаватели, которых комитеты комсомола направляли в помощь по организации вот этого всего движения. И сейчас, сегодня тоже возникает такая проблема, как возрождение студенческого строительного движения. Ну, она, конечно, второй раз, как Маркс говорил, в виде фарса возникает. Когда она вот возникла? Когда проворовалось руководство космодрома Дальневосточный, и все средства были выведены, строить уже неким и нечем средств нет. Вот тогда кинули клич, что надо туда послать студенческие строительные отряды. Вот таким образом. А сейчас вообще с этим делом очень трудно. Если раньше у нас даже было, многие брали справки, чтобы не ехать в отряд, медицинские справки под всякими предлогами. Ну, а другие уже старые, которые прошли армию, они наоборот видели в этом огромную выгоду поехать и нами, вот салагами, как они говорили, поруководить, дедовщину свою показать над нами. Они с удовольствием ехали, чтобы там за счет более молодых хорошо себе пожить. Они обычно были командирами, поварами и другими такими представителями, которые снабженцами, и замкомандира там у отряда. И вот эти вот уже ветераны, как говорится, прошедшие армию, они жили, конечно, там хорошо. Кроме нас, они набирали себе там и девчонок, которые им нравились, и жить было у них хорошо. В Сепи уходили там, гуляли с девчонками, набирали себе и выпить, и закусить. Ну, а нам, естественно, там, ну, субпродукты там, чтобы подешевле было, дешевые были тогда субпродукты. И вот каши с субпродуктами, и супы с субпродуктами, все вот это при тяжелой физической работе, мы там на себе это испытали, вот эту всю дедовщину, будучи уже студентами. А сейчас, как это дело обстоит? Сейчас, во-первых, места есть платные, но кто платит, тот, естественно, заказывает музыку, он не поедет туда, корячится на этот неквалифицированный труд. Вот. А кто на бюджетных местах, те уже добровольно, принудительно, если справки нет, то вынуждены будут тоже поехать вот на это рабство. Но это, я считаю, что такое использование студенческих ресурсов, оно является не, как бы, нерациональным. Оно разбазаривание, это все равно, что микроскопом забивать гвозди. Вот. Это примерно из этой оперы такая песня. Поэтому нам надо, если мы студенты, организованные в какие-то группы, в коллективы, инициативные какие-то бизнес-проекты свои мы должны создавать сейчас, и развивать, приобщаться, продвигать какие-то свои проекты. Ну, в пользу, естественно, тоже, в пользу народному хозяйству, которые у нас сейчас, в общем-то, не народные, не совсем народные. Можно даже сказать, совсем не народные хозяйства. Но все равно мысль, она идет, двигается, и в любом случае что-то вырастает у нас в сельском хозяйстве, что-то выращивается, что-то перерабатывается, и в промышленности также что-то режется, точится, собирается. И вот всему этому мы должны найти свою нишу, чтобы там проявить максимум своей инициативы, изобретательности для того, чтобы пользу человечеству какую-то принести. И быть об этом, от этого быть счастливыми. А поскольку такие мелкие задачи-то, если мы будем решать мелкие задачи, то это неплохо, в общем-то. Но в голове всегда надо иметь какой-то глобальный проект, который очень стимулирует вообще мысленную деятельность, и потом отражается и на мелких, более мелких проблемах, которые решаются уже потом гораздо проще. Какие у нас сейчас в этом плане, в плане промышленности, проекты самые важные? Возьмем пример. У нас в нашей полосе, в России, конечно, полутора-двухметрового чернозема нет, и у нас сельхозпроизводство на низком уровне находится, по сравнению, скажем, с Канадой, или с США, или с Украиной. Естественно, выход сельскохозяйственной продукции маленький. И кроме того, у нас вот сейчас во многих местах наш урожай губит паразиты. это главным образом, конечно, саранча. И вот это проблема в сельском хозяйстве, допустим. И мы должны об этом подумать. Кроме того, у нас совершенно дисбаланс в области вот рыбоводства. Рыбоводство у нас вообще организовано очень плохо. Мы возим рыбу очень за большие километры, и это стоит колоссальные сейчас деньги. Всё больше и больше это стоит денег. Совершенно нерационально возить эти вещи издалека так. А с другой стороны, чем у нас подорвано? Во-первых, прудовое хозяйство не развито, из-за кормовой базы, опять же. И во-вторых, реки все перекрыты плотинами. А ведь мы знаем, что плотины запрещено даже вот по Библии. В Ветхом Завете даже написано, что не преграждайте столько рек. Это чётко записано. И мы видим, какие результаты это вот дало в нашей стране. А потом мы этот опыт в Египет перенесли. И в Египте резко сразу всё пошло на область сельское хозяйство. Нил перестал разливаться. И этот урожай сразу упал. И там восстание, революция за революцией. От этой вот Асуанской плотины. И у нас тоже эти все... У нас же каскады плотин на реках. Волга уже сейчас можно по колено в некоторых местах перейти в Волгу. Поэтому вот речное тоже хозяйство, тоже запущено рыбное рыбоводство. И тоже из-за этого, и плюс тоже кормовая база. Чтобы рентабельно было сельское хозяйство, надо рыбу её просто кормить. Вот как в Норвегии. Вот её, допустим, кормят. Специальных у нас пока ещё это не развито. Опять из-за кормовой базы. Вот причина дороговизны. Расход электроэнергии на перевозку, на вылов. Там же ещё корабли ходят. Они же тоже нефтянку эту всю потребляют огромную. Потом конкуренция с зарубежными странами. Из-за этой конкуренции, из-за разницы в ценах, рыбоводы возят рыбу в Японию и там и в другие страны. Продают за иностранную валюту. Это ввести ближе, поэтому они... А в результате у нас страдает от этого население. А демографический, кстати, с патом в частности обусловлен тем, что отсекли от продукции животноводства и продукции рыбоводства. Отсекли именно экспортными поставками. В то же время импорт некачественного. Некачественного. Вот этих окорочков и так далее. Дальше. Прудовое хозяйство тоже. А из-за разного... Почему кормовой базы нет? Того, что вредители, насекомые, природные у нас катаклизмы и потери огромной при сборе и хранении урожая. Ну вот сейчас в Башкирии, в Чечне в 15-м году огромные потери за счет саранчи. Вот это такая обстановка. Она диктует, наверное, это надо шевелить нам извилиными с вами, как говорят, и придумать какие-то выходы из этого положения. Какие-то предложения у нас есть. Если мы получаем негативную информацию, мы должны какие-то позитивные ответы на эти вызовы современности давать. Вот и предлагается решение вот такой вот проблемы. По силам это студентам, допустим, 2-го, 3-го курса решить. Я считаю, что по силам. А что производство в стране? Что в производстве? Отсутствие долгих денег, кредитования. Большой процент кредита забирают. И малый и средний бизнес от этого страдает. Крупный бизнес нам не дает тех товаров, которые необходимы населению. Он дает совершенно другие вещи. Вот такие вот. Между тем, вот смотрим, вот Саранча, да? Саранча. Если читаем опять тоже Библию, мы любим сказки читать старинные. Там написано в этих сказках, что был самый великий человек. Ну, до появления Мессии, то был Иоанн Креститель. И его называют самый великий человек на земле. И так его и Иисус Христос назвал. Чем он питался этот Иоанн Креститель-то наш? Кстати, скоро будет Иван Купала. Он питался пружией и дикий мед. Вот он питался. Вот его было все питание. А что такое пружией? Пружией это и есть и называется саранча. Лапки саранча он кушал. Сушеный. Вот таким образом. Значит, это пищевая основа. Мед у нас проблемы нет, потому что наша страна всегда была медовая. Потому что полей и лугов много, и цветов на них разных полно. Конечно, если сверху их гептилом не поливает рогозин, то у нас, значит, это все экологически чисто будет. Вот этот мед. Ну, а пружии, пожалуйста, они у нас считаются губят урожай. Но мы должны это все использовать как на пользу. Каким образом? Мы должны собрать это вот, то, что нам дается с неба, это питание, Иоанн Креститель это, и использовать это. Ну, может быть, даже если мы брезгуем, ну, хотя китайцы, они много что едят такого. Они и тараканов в некоторых видах, червей едят. Но они это едят в прямом отношении. Ну, у нас в стране очень много прудов, озер, рек и так далее. И рыбоводственное хозяйство, вот вам пищевая база для рыбы. И через рыбу мы могли бы вот эту пищевую цепочку выстроить для человека, использовать вот этих насекомых. Надо сказать, что если посчитать вот массу всех насекомых, вот этих, начиная от мелкого гнуса, который у нас в тайге, сколько угодно, пожалуйста, то этих массовых насекомых гораздо превышает всё стадо мировое крупного рогатого скота. Это во много раз превышает, причём. То есть здесь немерено, и это возобновляемая, так сказать, пищевая база для рыбоводства. Ну, и кроме того, это можно, наверное, другую скотину, кур, допустим, этим покормить и так далее. Как же это всё собрать? Ну вот, предлагаю следующий вариант. Следующий вариант предлагается те же самые комбайны, плюс снабдить пылесос. Вот мы должны, будучи студентами, разработать вот такую конструкцию. Пылесос – это наиболее эффективно сосать хоть комара, хоть мошку, гнус, и хоть саранчу можно подбирать с поля, вот этим таким пылесосом широкозахватным. Ну, естественно, мешки потом и прессовать можно, прессовать можно, и сразу доставлять вот в эти рыбоводческие хозяйства. Вот эту всю схему, она на словах проста, а если детально вот это всё проработать, то это довольно сложная задача для студентов разных специальностей. В основном, начиная с экономистов, студентов, потом технических специальностей, с точки зрения вот этих эффективного пылесоса и энергии, может быть, даже используют солнечные батареи, чтобы в таких труднодоступных местах это всё это дело собирать, где нет у нас пока ещё инфраструктуры дорожной и железной дорог и так далее. И мы тогда получим вот такую эффективную систему, которая замкнутая система, пищевая цепочка, через вот этих вот освоения вот этого большого, огромного массива вот этих насекомых. Надо сказать, что в своё время в Новосибирске, в Академгородке, когда трудности были с мясом и со снабжением вообще были в конце уже, где-то даже, может, даже в 60-х годах, в начале 70-х годах, и один учёный был, он даже развёл такую кормовую цепочку, он использовал этих насекомых, мух простых, мух он использовал, он их выращивал. Выращивал у себя на балконе он этих мух. На чём он выращивал? На своих отходах. Как космонавт вот он использовал все отходы, которые у него есть в доме, вплоть до своих испражнений, как говорится, он всё это пускал в дело. Мухи у него разводились, опарыши появлялись. И вот он опарышей в море, он эти опарыши собирал, технология у него была налажена, и на балконе он выращивал, в результате этого кур выращивал. И у него были яички на балконе. Круглую зиму он питался свежими яйцами только за счёт своих личных отходов. Сам той цикл, как в космическом корабле, который совершает дальние путешествия. То есть, эта идея не нова, но здесь мы переходим к промышленному. Как говорится, ликвидации тех последствий, которые нам природа приносит с этой саранчой. Мы её используем для своего блага. Вот такое предложение. Вот это действительно настоящее будет студенческий интеллектуальный отряд, который бы проработал комплексно, решать сейчас междисциплинарные. Это проблемы междисциплинарные. Тут и работники сельхозстуденты, вот такие организации создавать. Конечно, если бы действовали хорошо, у нас сейчас, как раньше были, хорошо работали обкомы комсомола, райкомы комсомола, то вот это их не была бы задача создать такие студенческие междисциплинарные коллективы. Интернет только помощник здесь. Вот следует отметить, вот как продвигает свою идею без топливных технологий Старухин. Вот есть такой Старухин в Ютьюбе, ютьюбер, у него есть канал, и он очень эффективно это дело раскрутил и ведёт свою вот эту пропаганду. И междисциплинарные у него коллектив собрался, и они работают очень эффективно по всем городам России. Вот такой же пример взять и нам разработать вот такую схему, очень нужную для промышленно-сельского хозяйства, для нашего. Это, конечно, когда мы отдыхаем, ну, мысль, она не должна отдыхать, мы должны всё время тренировать, оттачивать наш интеллектуальный прибор, как говорится, систему нашу интеллектуальную, для того, чтобы развиваться и получать новые результаты. И в конечном счёте приносить благо, пользу обществу. Приятного вам отдыха во всех отношениях и до новых встреч. Всего доброго. Желаю вам здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok